Итак, Нитаньяху выступил перед Конгрессом, и это было отвратительно. Я даже не смог его досмотреть. Я посмотрел выдержки. Вот, Нитаньяху рассказывает о том, что Хамас убил двоих детей на чердаке. Это просто в качестве примера его лжи. Он сказал, что 7 октября Хамас убил двоих детей, этих детей никогда не существовало. Что подтверждено Харетс. Харетс — это... Харетс — это еврейская газета. И... так же подтверждено данными израильской полиции. Это всё выдумка. Вся эта история — выдумка, но Конгресс ответил на неё аплодисментами. Вот мы видим... Вот вам лидер Израиля в своём естественном состоянии, где он влёт большим группам людей. Давайте посмотрим. Они поддерживают людей, которые пришли в кибуц. Пришли в дом. Родители детей, два ребёнка на чердаке, в потайной комнате на чердаке. Они убили семью. Родителей. Они нашли скрытую задвижку, открывающую чердак. А потом они убили детей. Протестующие, которые поддерживают это. Да как им не стыдно. Это всё фейк. Именно это и называют военной пропагандой. Именно это и позволяет им уйти и убивать детей. Безжалостно. Снайперы специально стреляют по детям. Восьмилетним детям убивают их. Закидывают их двухсотфунтовыми бомбами. И вот почему ему можно всё это делать. Это называется военной пропагандой. Это называется ложью. Этого не было. Но Конгрессу это не важно. И, кстати, для чего всё это? Я слышал, как на это указывал Рассел. Для чего? Большинство американцев не поддерживают весь этот бред. Большинство американцев не хотят, чтобы мы и дальше поддерживали Израиль. Поддерживали бомбёжку детей. Ведь большинство убитых — дети. Дети, у которых ещё не было возможности проголосовать за Хамас. Они из-за него не голосовали. Так... Для чего всё это? Мы как слуги при аристократии. Наше правительство нам не подотчётно и творит, что хочет. 70% американцев хотят медстраховку, но им её не дают. Теперь большинство американцев против этого. Но это не важно. Вот Нетаньяху ведёт пропаганду геноцида, говоря о том, что 7 октября Хамас сжигал детей живьём. 7 октября детей не сжигали. Опять же, это подтверждено еврейской газетой Харетс, приводящей записи израильской полиции. И это и есть тот самый кровавый навет. Он занимался кровавым наветом. И эти монстры... Они насиловали женщин. Отрезали головы мужчинам. Они живьём сжигали детей. Они убивали родителей перед их же детьми. Но всё это делает именно он. Именно он это и делает. Они убивают родителей перед их же детьми. Они убивают детей перед их же родителями. Снайперы прицельно стреляют по детям. Они убили уже около 180 тысяч палестинцев, большинство из которых – женщины и дети. Они убили около 180 тысяч гражданских. Это всё ложь. И необходимо лгать, чтобы оправдать всё это. И никто не встанет и не скажет «ты лжёшь». И детей перед их же родителями. Это называется... Итак, после 7 октября офис Нетаньяху опубликовал фото, с как они заявили с сожжёнными детьми. Западные СМИ также опубликовали их. Но потом они признали, что 7 октября погиб только один ребёнок, который попал под перекрёстный огонь. Эти фотографии оказались фейком. Но Нетаньяху до сих пор повторяет эту ложь. И да. У этих газет... На их страничках в Википедии не будет сказано, что они распространяли ложь. Нет, нет, нет. Офис Нетаньяху опубликовал жуткие фото младенцев, убитых Хамасом. Этого не было. Представитель премьер-министра заявил, что решение опубликовать шокирующее фото было сделано для того, чтобы мир увидел хотя бы часть сотворённого Хамасом кошмара. Этого не было! Согласно данным израильской полиции и еврейской газеты. Согласно таким источникам, как Израильский институт страхования, главам кибуцов и полиции, 7 октября был убит только один ребёнок. Десятимесячный Мила Коэн. Это из Грайзоны. Если посмотреть на количество подтверждённых смертей, то был убит только один ребёнок. Это ужасная трагедия. Это был десятимесячный ребёнок по имени Мила Коэн, который был случайно застрелен бойцом Хамаса во время перестрелки. И таких фактов будет появляться всё больше. Вы можете также посмотреть на подтверждённое число погибших в Хареттс. Там нет других детей! Это всё сплошной фейк! Согласно данным израильского правительства, единственный ребёнок, убитый 7 октября, это Мила Коэн, в которого пуля попала через дверь. Все остальные убитые дети — это фейк! Я не знаю, сколько ещё фактов потребуется людям, чтобы признать, что они поддерживают самое большое преступление 21 века. Похоже, что они будут верить в эту ложь до самой смерти. Если вы журналист, не кажется ли вам, что то, что Нетаньяху пришёл в Конгресс со сфабрикованными историями про сожжённых детей, это интересная тема? Он только что буквально выдумал историю про детей, убитых на чердаке. Разве это недостаточно интересная тема для первой полосы в Вашингтон-Пост и Нью-Йорк Таймс или Чикаго Трибьюн и USA Today? Тема вроде любопытная, нет? Вроде когда? Это не вопрос мнения или интерпретации. Это чисто вопрос фактов. Нетаньяху определённо солгал, буквально выдумав историю про двух детей на чердаке, убитых Хамасом, а также про детей, сожжённых заживо. Просто выдумал всю эту историю, что подтверждается официальными израильскими данными, приведёнными в Харатс. Если вы не напишете статью по этому поводу, а я знаю, что вы не напишете, то вы только подтвердите, что вы жаждущие геноцида пропагандисты. Да, корпоративные СМИ именно такие. Корпоративные СМИ именно такие. Редактор субтитров А.Семкин